В Югорчанке проходят курс начальной военной подготовки. В Советском районе навыки стрельбы из оружия, курс оказания первой медицинской помощи, реагирование на засады противника. Участницы отрабатывают во время полевых выходов. На одном из таких побывал наш корреспондент Евгения Самойлова. Влад, у нас проход вот здесь вот, то есть здесь надо заградиться. Граната, учебная, леска, бытовая. Минирование местности – один из этапов для отработки навыков начальной военной подготовки. Можно установить секунду за 40, минуты за полторы. То есть в зависимости от подготовленности, от места, насколько необходимо замаскировать. Быстрым шагом занять нужную позицию. Задача у Вадима Шкопцова в составе команды устроить засаду новобранцам. Группа будет спускаться по веревке, сопке. Мы должны их встретить, чтобы они нас не заметили. Будем обстреливать их с охлащенными, с трейбольными, закидывать гранатами. Разведку боем на этот раз ведет женская команда. Разного возраста, самой младшей 22, разных профессий. От журналистов до логопедов. Настрой боевой. Будем двигаться быстро. Всех победим. Нападение неожиданное. Группа отступает назад. Есть раненый. Медпомощь оказывается на месте. Все. Небольшая передышка и снова в бой. Заряжаюсь. Еще один. Они на нас идут. Враг повержен. Можно разбить лагерь, отведать сытной кашей и поделиться эмоциями от учений. Никогда не приходилось раньше держать оружие. Первый раз, когда с этим столкнулась, была удивлена, насколько оно тяжелое. На самом деле это очень сложно. Но, с другой стороны, буря эмоций. Буря эмоций, много знаний, много всего нового. Это очень интересно. Полевой выход – конечная точка курса начальной военной подготовки. Его запустил местный спортивно-патриотический центр «Оплот» при грантовой поддержке губернатора Югры. Как итог – 18 часов теории и практики в команде с наставниками, имеющими боевой опыт. Инструктора – мы все военнослужащие запаса, войска специальных подразделений. То есть войска ГРУ, разведка, спецназ, различных родов войск. То есть это начиная от ВДВ, главного разведывателя управления, Министерство внутренних дел, раньше ВВВ, МВД, РФ называлось. То есть каждый в своей специфике что-то знает, что-то друг друга добавляем. Ну и плюсом у нас сейчас ребята приходят в отпуска с СВО, они нас также подучивают. То есть у нас идет постоянный обмен опытом. Девушки и курсанты в зону СВО пока не собираются, но уверены, полученные на курсе знания пригодятся и в мирной жизни. Это и умение оказывать первую медицинскую помощь, и ориентироваться на незнакомой местности, и знать, как важно, когда один за всех и все за одного. Евгения Самойлова, Николай Чащин, Вести, Югория, Нягонь.